Бог и Тошу Малихэм. Продолжаем с вами Аллахот Песах, Аллахот Месяц Ниссан. Говорит Аллахат, что начиная с рожь ходишь в Ниссан с первого дня месяца, обычай читать 12 дней Хурбанод Неси. После, без разошвя, на этой неделе у нас будет Порошат Шмини, это было первое Ниссан, когда Мишкан был освящен. Каждый президент колена еврейского народа принес свой Курбан. Каждый день был следующий президент, поэтому в память об этом мы также читаем каждый день Курбан этого Неси, который был в этот день месяца Ниссан. 13 день читает Спарашат Беха Аллахат до конца главы Кен Аса Эта Менура. Шаббат, который перед Песахом называется Шаббат Хагадоль. Почему? Потому что в этот день было большое чудо для еврейского народа, без разошвя, как мы будем дальше говорить, будем еще говорить. И поэтому принято, что в этот день у нас особенная автора. Автора начинается в «Арва Аллахшем Минхад Йуда в Иерушалайм», потому что в этой авторе говорится, что вот я посылаю вам Иерушалайм перед тем, как придет День Всевышнего, Великий и Страшный. То есть у нас Шаббат Хагадоль, в этой авторе написано «Юнг Гадоль», День Великий, День Огромный. То есть без разошвя, это день перед приходом Ашеха, время перед приходом Ашеха. Поэтому мы читаем автору именно эту в Шаббат Хагадоль. И обычный еврейский народ, что в день Шаббат Хагадоль собирается община в синагоге и раввины, и те, кто учит еврейский народ, говорят законы Аллахот Песах, Аллахот Пасхальной Агады, рассказы, комментарии к Пасхальной Агаде, чтобы в «Арва Аллахшем» все правильно и как нужно провели Пасхальный седр. В «Арва Аллахшем» в этом году у нас очень хорошо попадается, потому что до Песаха будет целая неделя после Шаббата Хагадоль, так как Песах у нас будет в Шаббат вечером. В «Арва Аллахшем» мы все стараемся пройти как можно больше Аллахот Песах и Аллахот Пасхальной Агады. Бару Хадуна и Лаулам. Амин.